всех приветствую с вами я алексей вы смотрите youtube канал парадим мы сегодня мы обозрим новую команду для наруто онлайн и в чем прикол прикол в том что эта команда основана прежде всего на том что у нас появились skill броки для full для вот это вот нельзя фу я монако и на самом то деле у меня команда это не самая крутая она вот сейчас у нас только ну я ее придумал собственно пытаясь применить скилл брочена full вот здесь вот мы его покупаем каждый день мы уже на целых 10 фрагментов купить и какие у него есть skill броки у него очень крутые skill броки часть из которых я уже прокачал также здесь еще используется скилл брочен и данзо то есть как вы видите у данзо нам давали бесплатно кстати эти skill броки и уфу прокачана прокачан только skill брок на главную опилку то есть пока что только это сделано ну и давайте же посмотрим значит у данзо у данзо мы знаем какие скилл броки то есть у него вот чист можно еще апгрейдить также главную стандартную атаку я ему апгрейде уже второй раз до максимальной это очень дорого то есть каждый апгрейд данзо стоил в принципе это 80 фрагментов то есть ну то есть я 80 фрагментов данзо представляете потратил на вот это вот это довольно мощно но тем не менее я считаю что это стоило того еще вот чист осталось апгрейдить а вот эту вот фигню наверное пофигу на нее потому что как вы видите то есть два процента лайфы добавляет хотя сколько она стоит эта книжка ну хотя бы 50 фрагментов но все равно дороговато я лучше тогда звезд звезду повышу но естественно перед звездой я еще вот хочу прогрейдить и мучить чтобы он больше урона наносил значит а теперь к фу собственно данзо у нас скилл броки давно были прокачаны но данзо можно использовать в других командах а вот фу очень интересный товарищ у него как увидите щиты и бафы снимает и потом накладывает хаос на кого-либо и то есть на 2 товарищей единственный недостаток это белки то что она не prompt то есть она мне мгновенная то есть желательно подождать перед тем как ее применять чтобы ее не могли прервать также фу у нас товарищ у которого есть как бы эти он с мечом ниндзя с мечом как вы видите что тоже дает бонусы также я его как увидите пятизвездным собрал то есть его довольно легко было собрать вот пятизвездным то есть его так как можно покупать под 10 фрагментов и то есть он довольно дешево стоит в коллектинг и ну вот этой вот в свитке то есть свитках он дешево стоит также он падал с бесплаток то есть довольно часто еще с 5к и трежера и то есть таким образом удалось его собрать аж 5 звезд и еще и прокачать вот также у него стандартная атака будет хаос накладывать естественно когда ее прокачают сколько тут стоит вот как вы видите 50 фрагментов ну я не буду наверное это прокачивать вот типа он восстанавливает себе здоровье когда команда восстанавливает чакру то есть он в принципе танковать может как-то также конечно же вот это вот вот следующее что я буду прокачивать это куклу а потом буду прокачивать вот это потом вот это а вот это в самую последнюю очередь но в принципе потихоньку буду прокачивать так вот это в покинях у фб то что-то там короче 25 процентов спит с 18 то есть это довольно неплохой прирост прикол в том что это кукла она танкует она переспавнивается то есть когда какое-либо действие делает наш фу то есть когда он атакует или же когда он свою белку кастует он убирает старую куклу исполнит новую и у нее останавливается здоровье то есть это очень хорошая танкующая штука также она кастует хаос на тех кто ударил ее но не убил то есть любой кто ударил эту куклу но не убил будет за хаосе но естественно если у него нет иммунно а вот против иммунно у нас есть его главная пилка таким образом как бы кроме джинчурика все подвержены действию этого замечательного ниндзя и вот это вот как вы видите с 35 процентов до 45 процентов щиты увеличивает ну то есть прокачка этой пилки так или иначе это прикольная пилка фу прикольный ниндзя особенно пятизвездный у него у куклы тоже хорошее здоровье получается она и в общем то вот это вот минимум который вам нужен для того чтобы его использовать как вы видите мы то есть на двух юнитов на одного целевого и на 2 случайного на кастовый хаос перед этим снял с него все бафы и щиты что очень очень круто ну и давайте же вернемся также у нас есть курзат хидан в чем недостаток курзат хидана вообще то есть всегда одни почему я перестал использовать курзат хидана потому что у всех сука иммунка к этим к дебафом а теперь мы сможем преодолеть эту иммунку к дебафом при помощи собственно фу вот в чем прикол то есть как бы есть еще кушина там еще что-то но если честно это довольно сомнительно кушина должны пить там у других другие проблемы дан задает поле чтобы повысить урон хидана хидан в первом же раунде кастуется вот эта обилка главное и у хидана его коса кастуется на тех чуваков у которых мы сняли собственно иммунк дебафом так как сейчас в первом ходу все стараются себе поставить короче иммунк дебафом иначе могут убить короче то есть все решается в первые два хода ну и мы паз получается так вот можем получить бонусы в первом ходу дан за первым стоит ну это потому что в общем то особенная фигня происходит с дан за потому что мне нужно вот этот чувак у нас накачивает чакру и во втором раун также дает иммунку к дебафом всем в том числе и фу то есть курзит хидан фу и гг неуязвимы к дебафом на два хода благодаря рута форио значит special tactics дает 25 процентов кто и атаки и 25 процентов вампиризма что тоже очень полезно этот товарищ бафает всем атаку полем также может хидана сделать воскрешаемым или же себя то есть по сути можно или себя сделать из анаги на себя на кастовать или же на хидана сам выбирай что тебе лучше значит естественно у него еще чист есть и так далее фу у нас в общем то снимает защиту от дебафов и собственно спавнит танкующую куклу в общем фу красавчик и получается так что как бы все пробафаны есть воскрешение есть иммунк дебафом есть снятие дебафов очень сильная контрольная команда получается именно контрольная потому что у дан за есть хаос у куклы есть хаос у чувака есть хаос у хидана есть метки и очень много меток у гг есть обилка массовая которая фигачит парализацию и я если честно пробовал варенье вы играть за эту команду и она довольно таки хорошо всех рвет единственная проблема это джинчурики то есть когда мы встречаемся с командами джинчурика например где 3 джинчурика и этот и как и земли то в таком случае конечно у нас возникают проблемы вам и ай да у нас сам он пакун есть пакун как вы видите он ставит метки еще во втором раунде то есть если кто-то снимет во втором раунде метки можно их снова поставить и продолжаем фигачить как вы видите вот как вы видите в третьем раунде уже остался только один товарищ и это при том сколько мы там всяких хаосов на них нафигачили ну вот третий как бы раунд вполне себе у нас получается так ну повторять мы пожалуй не будем давайте теперь попробуем варенье кого-нибудь нагнуть этой командой ну или хотя бы выиграть у кого-то потому что утром у меня получалось но я не уверен то есть все зависит от команды естественно современные шисуи они довольно таки проблемные вот если какие-то там нубики играют туда это легко победить таких так и рука мината второй что-то вообще слабая какая-то команда вот как вы видите он прервал моего мой хаос к сожалению для меня хаос курина все но и и и и и в и и а он ему не чувак что ты беспокоишься вообще насчет него как вы видите он просто сдался но это неудивительно потому что ну такая команда конечно старое особенно это я так понял они так пытаются первую победу за какого-либо нельзя получить но это в принципе неплохо для них а для меня в принципе это нафиг не нужно ну это даже мне хорошо я их так легче побеждаю так смотрим здесь шисуй вот шисуй мадара о господи и тачи слушайте чё ты так не любишь моего танка не мы здесь ничего не сможем сделать против такой команды ну да я не успел сука я не успел я депил нужно было вначале подождать пока ну хотя все равно бы мы не победили тут вы видите тут мадара и тачи сусаныч то есть ну согласитесь что это как бы не ровня команды конечно ёбаный пидорас фугуки мангетсу курин здесь наверное азур фанк нужно трогать нас она почему то сдается мне что закануло но посмотрите мы не можем повоевать нормально давайте еще повоеваем эх ну я говорю о том что джинчурики нам не по зубам ну потому что как бы хаос на них не накастуешь и вообще как бы и метки на них тоже не накастуешь то есть я уже пробовал типа с джинчуриками с этой командой воевать и как бы ни хрена не получается зацу ну чё сдаешься ну чё сдаешься паампс 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 Это он мне пишет, да? Как вы видите, сдался. Ну, чувак, я бы тебе тоже, наверное, мог сдаться, если бы ты немножко подождал. This is so unfair. А что значит unfair? Слушайте, я сейчас узнаю. Да, как вы видите, это значит недобросовестный. Прикольно, то есть меня недобросовестным назвали. Почему это? Я еще и какой добросовестный? Подумаешь за хаосю в первом раунде двоих? Что значит недобросовестный, чувак? Все честно, хотя не очень, да. Кстати, 130 камащи, оказывается, у нас все же есть с этой командой. Это удивительно. Так, че за фигня? Ау. Чейзатакс for high combos can be only triggered. No other chase attacks in action. Так, все-таки нас поставили с ним. Ой, блин, классическая команда. Есть! Получилось! Вот это прикол, да? Ха-ха-ха. Ты не готов был. Ты очень не готов был к этому. Кого будешь целить, а? О, тебе не повезло, ты поцелил в Данзо. А Данзо совсем не самый главный среди нас. Бамс! На 50% больше атаки. Жесть! Просто жесть! Вы посмотрите! Помните, как я бомбил от этой команды? Вот теперь она мне как бы не опасна. Да? Ха-ха-ха. А вот я обожаю. Вот вам контра шисуя. Вот этих вот команд долбанных. Короче, которые с ворио рутом и с шисуями ходят. С Итачи Анбу и подобными ниндзями. Ох! Ну, конечно, нужно очень внимательно. Вы учтите. Вы то есть ждете, пока, например, ваш чувак походил. То есть, пока обе вторые позиции походили. И только тогда кастуйте фу. Потому что, если вы до того скастуете фу, то его можно прервать. Так как эта обилка, она типа не промпт. То есть, она как угар и поле, например. Нужно, короче, выбирать именно, когда ее кастовать. Но в целом, да, это капитальный парень. Это реально очень крутой парень наш фу. Вот, Гара, Конан. Чего-то он отстал. Отступил. Боится меня, видите? Меня все боятся. Я люблю, когда меня все боятся. Ну, действительно, этого фу стоит бояться. Он такой страшный. Пятизвездочный. Кукла у него танкует. Матара Учиха. Блин, не Тача Учиха. О, это вот этот Матара Учиха. Нет, ну, против Матары мы тоже не прокатим. Совсем никак. Просто. К сожалению, этого Матару никак не законтришь. То есть, этот Матара, он контрит любые вот эти вот... Вообще, блин, какой-то он слишком сильный. Чувак рассказывал, что Матара, типа, не сильный. Нифига он какой-то слишком сильный. Кстати, у этого чувака как раз Матара этот был, но что-то он его, видимо, не реализовал. Учти, как бы, под Матару просто нужно другие... Эти делать. Другие команды, короче, собирать. О! Памп! Памп! И сейчас, короче, наш этот, вау, долбанёт. И теперь отступаем, потому что, собственно... Нам и так ясно, что мы победили, но, как бы, зачем чуваку портить игру? Люблю эту команду. Ну, блин, ей так интересно играть вообще. То есть, выслеживаешь, кого тебе заблокировать. Ну, хотя это вот, в общем-то, как все контрольные команды. С каким-нибудь маскедменом примерно так же играть. Кстати, вот эта вот обилка фу, это как маскедмен, серьёзно. То есть, этот фу, это как маскедмен, только в два раза сильнее. Потому что он кастует целых два, ещё и хаоса. Прикиньте, и в первом раунде. Единственное, что он чакру всё-таки требует, в отличие от маскедмена. Бумпс. Ой, хидана трогаешь. Ай-яй-яй, какой ты плохой. И второй раз. Жесть просто. Ну, здесь вы поняли. Как бы мы победили. Что уж тут говорить. У Сосори, кстати, обилка неплохая. Но она тоже не промпт, насколько я помню. И она, короче... Ну, там у него тоже скиллброки есть. Но фу, конечно, это просто у него божественный скиллброк. Для Курзетхидана. Это действительно нечестно получается отчасти. Единственное, что более нечестно, это когда у тебя куча крутых ниндзей. А здесь как бы из крутых ниндзей только Курзетхидан, который уже устарел. То есть в обычной ситуации, да, Курзетхидан устарел очень давно, потому что все используют эту защитку. Так, что-то очень интересно получается. Хорошо так, вы посмотрите, жесть какая. Ну, вперед, разряжайся в нас. Курзетхидан устарел. Курзетхидан устарел. Вот, пожалуй, все. Как вы видите, такую команду мы тоже снесли. Ну, то есть, какие-то неполные команды, какие-то такие команды, где нету каких-то Итачи, Сусана, там, Мадарыча и других товарищей, мы можем вполне себе сносить. Именно за счет того, что Уфу охуенный скиллброк, вы понимаете? То есть, это как два маскедмена даже круче, круче двух маскедменов одновременно. Ну, потому что, собственно, типа хаос это круче, чем просто и мобайл, а у маскедмена просто и мобайлы на одного человека в первом раунде. А здесь, конечно, 20 чакры сосет, но как бы 20 чакры это за два хаоса в первом раунде, это, скажем так, не самый худший вариант, особенно учитывая, если ты можешь накачивать где-то эту чакру. А, кстати, у нас Данза тоже умеет чакру накачивать. То есть, он может вот это же вот, убивая людей, получать чакру. Ну, на это рассчитывать нельзя, на самом-то деле. Это только в Блиц-командах можно рассчитывать на такую штуку. Ой, чё-то у него вообще говно какое-то, вы посмотрите. То есть, ну, это полный бред, он не перезаряжает себя. Это очень говняно, на самом-то деле. Ну, это очень говняно. И все, как бы. Ну, тут, ну, Акаару нужно было остановить, иначе бы он мое поле снял. Ой, короче, этой командой можно играть целыми днями. Да, вот это вот скиллброк, конечно, фу, он дорогой, да, он дорогой. Я потратил, короче, чтобы прокачать, по-моему, там, в несколько сотен этих. А, снова ты? Точно. Короче, ухожу. Чувак, прощай. Ну, ладно, тогда на этом мы закончим. И в последний раз мы еще пройдемся на обзор, потому что я все-таки этой командой, наверное, не буду победы добывать, или буду? Слушайте, я, наверное, этой командой буду играть. Ну, в смысле, там, пойду в это, в какую-нибудь, в пвп-эвент с этой командой. Как, как вы думаете, зайдет эта команда в пвп-эвенте? Тем более, что в будущем фу будет еще более таким красавчиком. Вот, ба-бах, три хаоса. Три хаоса в первом раунде. Вот что это такое, скажите мне, пожалуйста. Какая еще команда может такое сделать вам? Два года подряд, опять же, метки ставим. Тоже довольно-таки немаловажно. Убил, короче, при помощи этого, при помощи своей хаосещей обилки. Да, просто красава. И, как вы видите, как это ни странно, ГГ больше всего нанес урона. Это довольно странно в действительности, потому что у него, как бы, опилка. В чем прикол его опилки? То, что вот эта вот массовая его опилка, она должна кастоваться после того, как противник прокастовался. То есть, ну, и так как она промп, то это себе можно позволить. То есть, я просто жду, пока противник прокастуется, и потом сам кастуюсь. Кстати, вот еще кое-что. Я вот взял вот этих вот всяких чакра-штуки всякие. Интересные. В общем-то, это будет маленький такой гайдик, я бы сказал. Потому что, я не знаю, отдельный гайд по этому делать не стоит. В общем-то, вот здесь вот у нас, как вы видите, есть вот такая вот оптейн чакра, там чакра тренинг и так далее. Ну, и, в общем-то, эта вся штука, она не очень-то крута. Во-первых, то есть, в ивенте она здесь не перезаряжается. То есть, я вчера брал, и оно не перезарядилось нифига. Где тут эта штука? С Нови Крисмас. Вот этот ивент. В общем-то, вот эта вот штука, как вы видите, было сегодня утром 2 из 30. То есть, вот эти вот 30 по 3, это 90 культивейт скроллов, нам дается за все время взять. То есть, за все время взять. И я, в принципе, буду брать потом вот это вот, чармы, и потом вот это. Сакуру и Ханаби. Ханаби я уже обозрел, поэтому она не нужна нафиг мне. Сакуру я тоже не буду брать, потому что, во-первых, у меня есть матроска бесплатная, она ничем не хуже. Ну, нет, хуже, потому что это атакующая Сакура. Но, тем более, зачем нужна атакующая Сакура, если есть другие атакующие ниндзя? И контрольные. Типа Фу, например. Фу, чем вам не хороший ниндзя? Я, конечно, понимаю, у него имя Фу. То есть, это как бы имя, которое не сопутствует тому, чтобы его, типа, собирать там и как-то использовать. Вот эти вот потом свитки буду брать, если будут очки. Ну, в общем-то, буду что-то делать. Тут еще вот это вот шейкить можно. Тоже прикольно. Ну, в общем, прикольный довольно ивент. Ну, и, в общем-то, вот эти вот скроллы, их мы тратим здесь. И потом, вот здесь вот что-то повышаем. Как вы видите, повышено всего лишь вот 0,80%. 0,8%. General Attack, General Resist. То есть, и какого фига? Я не понял. Давайте вот при вас сделаем. Пах. 1. О, 1. О, господи. Что случилось? 1. То есть, это какая-то донатерская штука, чтобы в процентах повышать. В чем проблема процентов? Я говорю, в чем проблема вся процентов. Так, это в том train 10 times. Давайте еще, еще, и еще. Я не знаю, есть ли rebate, но специально для видео я сейчас вот это вот сделаю. В общем-то, в чем проблема? Так, 10. Тренинг комплит. 10. Естественно, первую позицию в первую очередь нужно фигачить. И вот здесь. А здесь нету. То есть... То есть, не хватило немного. Ну, в общем-то, если бы полностью заполнили мы эту штуку, water, что-то там. Я думаю, мы бы что-то получили там. Бонус к инициативе или еще чему-то. То есть, тут написано. Вот, читайте. Типа. Lightning resistance и так далее. Но прикол в том, что, как вы видите, мощь у нас не повышается. То есть, это, во-первых, какая-то пассивка, которая от стихии работает. Во-вторых, это процентная. То есть, это донатерская штука. Поэтому, в принципе, стремиться вот эту вот штуку здесь, короче, обтайнить чакру, вот, по 10 тратить, там, по 90 или вот по 450. То есть, скидка 50 тут. Ну, не стоит это делать без какого-либо ребейта или чего-то подобного. Лучше вкинуть куда-то в другое место, где вам именно количественные параметры дадут. Ну, потому что у донатера, он, прокачивая это, получит бонус больше, чем вы. Чем меньше у вас мощи, тем менее выгодно вам вот эти вот чакры прокачивать. Five Nature Chakra. Это вот, короче, я надеюсь, я помечу это видео, что именно здесь я об этом говорил. Но если, если что, подписчики, будьте, имейте в виду, если кто-то будет спрашивать об этом ивенте, про Five Nature Chakra, вы, как мои верные друзья, должны будете их посылать на это видео. Значит, что еще? Типа, прокачал немного Маунт Мьёбоку. То есть, Фрох Ката. Вот, уже на пятую мапу перешел, то есть, на пятую карту. А до этого, типа, не переходил на нее и все дела. Естественно, мне еще надо будет другие вещи сделать. А, после того, как, типа, я в прошлом или в каком-то там видео открыл эти, взял подарки, тоже в обзоре команды. У меня вот 319 витков. Эй, где, где сундук? Хочу новый сундук. Все дела. Ну, и, в общем-то, насчет ивентов. Насчет ивентов. Здесь, как бы, хотел бы я, конечно, вот это, вот, гаморики взять. Но дело в том, что вот возьму я гаморики. Но я, как бы, Фукуру Кумару с Дилс у нас-то есть. И это, как бы, хорошо. И все хорошо, казалось бы. Но проблема заключается в том, что это, гаморики стоят 15 тысяч, во-первых. То есть, там, между 10 и 15 тысячами. То есть, примерно 12 тысяч. Во-вторых, прикол в том, что в Фукуру Кумару с Дилси нам дают, собственно, Карину. А Карина мне нафиг не нужна. Потому что я ее собираюсь на мульте собрать. У меня там уже 40 фрагментов есть. И я получу еще 40, собственно, потратив 5000 купонов. Согласитесь, это гораздо выгоднее на мульте собрать Карину, которая, вот, как раз с Сакурой должна работать. И она вот... Ну, я не поклонник таких ниндзя. Как ни крутите. Здесь, типа, можно вот эту вот и Бусу взять. Но я еще посмотрю. Может быть, буду вот это брать или вот это. Но вот это вряд ли. Или вот это, или вот это. И Бусу, скорее всего. Потому что, как бы, саммон, он... Запомните, саммоны это хорошо. Потому что саммоны, это потенциально... Чем больше саммонов, тем больше ты можешь их прокачивать и дешевле. То есть, это дешевая прокачка характеристик. Поэтому они такие дорогие. Чуть ли не дороже ниндзя. Потому что ниндзя ты купил, ну и он у тебя валяется где-то. То есть, будешь ты его или не будешь использовать, это еще неизвестно. А саммон, он за счет культивации приносит пользу в любом виде. Хоть он валяется, хоть не валяется. Здесь вот, типа, можно получить бонус. И я бы, может быть, и хотел бы заролить. Но нет. Но нет. Саски Сусана уже устарела на самом-то деле. Его нужно потом скилл брочить получится. Здесь, как бы, вот эти вот штуки все. Сюда я буду вкидывать в Нарутика на своем мульте 5000 купонов, чтобы получить, собственно, Карину там. Скорее всего. Если я там соберу Сакуру, просто так. То есть, без всяких помощей всяких. И так далее. Ну и все. И на этом я, пожалуй, с вами попрощаюсь. Как вы видите, вот такая вот команда замечательная с фу. Она... This is so unfair. Действительно. Это очень нечестная команда. Потому что ты, как долбанный маскетмен, можешь в первом же раунде, типа, поснимать это... Заблочить два юнита и захаосить их. И, типа, сняв с них и щиты, и защиту от дебафа. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok